Дай почитать. Марина Королёва рассказывает предысторию книги, большинство текстов из которой были газетными колонками, материалом для соцсетей, радио и телепрограмм. Всю свою профессиональную жизнь Королёва отвечала на вопрос, как правильно произнести, написать, поставить ударение, как возникли те или иные слова, выражения, цитаты. Книга чисто по-русски построена в алфавитном порядке. Это не учебник, не сухая теория, а сборник практических рекомендаций. Здесь много субъективно личного, от выбора слов до лирических авторских отступлений, возможно, не всегда интересных и нужных читателю, хотя некоторые правильные употребления слов быстрее запоминаются именно благодаря коротким эмоциональным историям. Например, брандахлыст. Очень непростое слово. Во времена Даля означал в просторечии жидкий плохой суп или жидкую плохую пищу, дурное жидкое хмельное питьё. Это у вас не чай, а какой-то брандахлыст. Скорее всего, происходит от немецкого водка, а у нас связалось с глаголом «хлыстать». Но есть и другая версия, от чешского «бурда» в белорусском «брын», да, «бездельник». Кулинария или кулинария? Абсолютно равноправны оба варианта. Правильно, пертурбации. Говорим, когда имеем в виду внезапные изменения, какие-то осложнения, которые вносят беспорядок в обычный ход событий. Роспись вместо подписи использовать нельзя, если, конечно, вам важно говорить правильно. В слове «подростковый» долгое время ударение такое фиксировали словари, а говорили вокруг «подростковый». Сейчас два ударения совершенно равноправны. Стихотворение Пушкина или стих Пушкина надо выучить ребёнку наизусть? Конечно, стихотворение. И, конечно, правильное ударение, ходатайствовать, ходатайство, ходатай, средство, феномен, мизерный, оптовый, принудить, скобрёзный, столяр, намеренье. В общем, чисто по-русски 12+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенская 65, Ленина 103А, Луганская 53 и Волкова 6А. До новых встреч! Дай почитать!